Старуха 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 «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, начиная жалеть, что вообще переступил порог этого дома. «Мне лучше ли заплатить, сколько скажут, да и убраться отсюда поскорее. Всего-то можно подумать, какой это сон, который приснился дважды». «Знаю. Ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», – ответила цыганка. «Сны – это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, с этого языка я еще могу перевести. Но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, лишь тебе одному будет понятно сказанное им. «Деньги, впрочем, я все равно с тебя возьму, раз уж ты пришел за советом». «Похожий влип», – подумал Сантьяго, но отступать было некуда. «Риск для пастуха – привычное дело. То волки нападут на стадо, то засуха случится. Риск и придает ссорь его жизни». «Мне дважды снился один и тот же сон», – сказал он. «Будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда кто-нибудь подходит к моим овцам, они чужих боятся. Только детей они к себе подпускают без боязни. Уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст». «Рассказывай сон», – перебила старуха. «У меня вон котелок на огне. Денег у тебя немного, а время мое стоит дорого». Ребенок играл, да играл с овцами, продолжал немного смутять Сантьяго. А потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам. Он помедлил, засомневавшись, знает ли цыганка, что это такое, но она молчала. «К египетским пирамидам», – повторил он медленно и раздельно. И там сказал мне так, «Если снова сюда попадешь, отыщешь спрятанное сокровище». И только захотел он указать мне, где оно там лежит, как я проснулся. И во второй сон то же самое. Старуха долго молчала. Потом вновь взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», – молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище, десятая часть – моя». Юноша рассмеялся от радости. Приснившееся сокровище сохранит ему его жалкие гроши. Старуха верная в самом деле, цыганка. У цыган, говорят, не все дома. «Так растолкуй же мой сон», – попросил он. «Прежде поклянись, поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровища, тогда растолкую». Пришлось поклясться. Но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву на образе святого сердца Иисусова. «Этот сон на всеобщем языке», – сказала она. «Я попытаюсь его растолковать, хоть это и очень трудно. Вот за труды я и прошу у тебя десятую часть сокровища». «Слушай же, ты должен оказаться в Египте и найти свои пирамиды. Я сама и не слыхала про такое. Но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Вот и отправляйся к ним. Там ты найдешь свое сокровище и разбогатеешь». Сантьяго почувствовал вначале удивление, а потом досаду. Стоило ради такой чепухи разыскивать старуху. Хорошо, хоть денег с него не взяла. «Только время на тебя даром потратил», – сказал он. «Я предупреждала. Сон твой трудно разгадать. Чем необыкновеннее что-либо, тем проще оно с виду. И смысл его под силу понять только мудрому. А поскольку я мудростью не отличаюсь, то мне пришлось выучиться другим искусством. К примеру, гадать по руке. Как же я попаду в Египет? Это уже не моя печаль. Я умею только толковать сны, а не делать их явью. Иначе разве жила бы я, как нищенка, побираясь у собственных дочерей? А если я не доберусь до Египта? Не доберешься – останусь без твоей платы за мое гадание. Мне не впервой. А теперь вступай. Не о чем нам больше с тобой разговаривать. Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании. И решил, что никогда больше с нам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться. Отправился в лавку, купил кое-какой еды. Обменял свою книгу на другую, потолще. И уселся на площади на скамейку попробовать нового вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило юношу. Овец своих он оставил на окраине городка, в хлеву, у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья. Он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, то как-то само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через некоторое время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как старуха-цыганка, что толковать сны умеет, а вот сделать их явью – нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпас. Еще три дня до встречи с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменял у местного священника, книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то похороны. И вдобавок имена у героев были такие, что язык сломаешь. «Если я когда-нибудь сочиню книгу», – подумал юноша, – «у меня на каждой странице будет новый герой». Чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут. Едва лишь он углубился в чтение, увлекшись описанием того, как покойника зарывали в снег, Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно. На скамейку подсел какой-то старик и затеял с ним разговор. «Чем-то они занимаются?» – осведомился он, указывая на людей на площади. «Работают», – сухо отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как острижет четырех овечек перед дочкой Сукончика. И она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену, всякий раз мысленно объясняя изумленной девице, что овец надлежит стричь от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался преподнести их так, словно все это происходило с ним самим. Вряд ли она когда-нибудь догадается, читать ведь не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Сообщив, что утомился и хочет пить, он попросил глоток вина. Сантьяго протянул флягу, про себя надеясь этим отделаться. Не тут-то было. Старик желал начать беседу. Вернув флягу, он спросил, что за книгу читает юноша. Сантьяго захотелось просто пересесть на другую скамейку. Но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. И потому он молча протянул книгу соседу. Вдруг тот знает, как правильно произносится ее название. Если уж старик неграмотный, то сам от него отстанет, чтобы избежать неловкости. Сказал старик, оглядев ее со всех сторон. Словно вообще впервые видел такой странный предмет. Хорошая книга. О важных вещах. Только уж больно скучная. Сантьяго удивился. Старик, оказывается, не только умеет читать, но даже прочел именно эту книгу. Что ж, если она и вправду скучная, еще есть время обменять ее на другую. Она о том, о чем почти все книги, продолжал старик. О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Вся эта книга только ради того, чтобы все поверили величайшую на свете ложь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok